Добрый день! Мы как раз компания, которая пользуется технологиями ВК. Мы производим контент и, отвечая на вопрос сессии, как стать самодостаточным, в области цифровых технологий, мы для себя ответили очень просто. Если раньше у нас была стратегия фокусироваться на одной платформе и развиваться только в одном направлении, то за последний год мы по объективным причинам его поменяли, и сейчас мультиплатформенность – это для нас ответ на то, как быть устойчивым и развиваться. Мы вместо одной платформы выкладываем контент, в первую очередь, на ВК, «Рутюб», «Телеграм» и «Дзен». И хочу сказать, что за последние 11 месяцев у нас где-то порядка, наверное, в три раза больше рост за счет охвата, чем работа в одну сторону. Как это достигается? Тут второй ответ на это – кастомизация под каждую платформу. То есть, точно так же, как сейчас было в презентации, например, ВК-клипы, конкретно работаешь с ВК-клипами, думаешь, как там все это продвигать, загружать, и это дает очень быструю отдачу. Поэтому, как только ты кастомизируешь отдельно под «Дзен», отдельно под ВК, отдельно под «Телеграм», отдельно под «Рутюб», то это дает свои плоды. С ВК еще очень хорошо в данном случае работает соединение онлайн и офлайн. Мы попробовали несколько проектов «Микс офлайн-онлайн» с «Московской недели моды», с «Международным форумом моды и дизайна», с «Музеем Москвы», с «Государственным историческим музеем». Это тоже очень здорово работает соединение, сразу идет отдача. Поэтому, резюмируя, мультиплатформенность, кастомизация под каждую платформу и «Микс онлайн» и «Оффлайн», собственно говоря, помогают нам вот эту самодостаточность наращивать и делать это быстрее, чем год назад. Кастомизация под каждую платформу требует больших ресурсов и усилий с Вашей стороны. То есть невозможно пока найти какую-то одну платформу, где Вы сможете все свои повлиять закрепить? — Ресурсы требует, но это дает отдачу, потому что в любом случае, если ты заранее планируешь, что у тебя создался контент, дальше ты не просто его веером распормируешь, а ты отдельно думаешь ВК-клипы, как он правильно должен выглядеть, хронометраж, как он должен продвигаться, формат и так далее. То же самое под все остальное. Это все равно эффект есть. То есть потому, как рост больше, эффект есть, соответственно, аудитория растет, есть смысл кастомизировать. И он там точно так же накапливается и дальше притягивает все больше и больше аудитории. Поэтому тут в любом случае ресурсы оправданы. — Илья, скажи, пожалуйста, ты проговорил про технологии непосредственного контента. А что с искусственным интеллектом? Я так понимаю, что для создания контента в принципе эти технологии тоже очень востребованы. Вы смогли быть самодостаточными без них? — Ну, у нас, смотрите, тут на самом деле сейчас создание контента, если кратко, вот я даже сейчас шел, пока дошел до сессии, каждый стенд, по сути, это технологии, иллюстрации того, что технологии в создании контента. Везде экраны, везде все это движется, мультимедийные и так далее. Поэтому мы где-то, вот искусственный интеллект, да, но мы в сочетании выделяем порядка четырех, наверное, трендов. Это искусственный интеллект как ресурс и текстовой, и визуальный, как ресурс очень быстрой подготовки текстовой и видеоинформации, то, что ты в любом случае там хочешь сделать какой-нибудь там эскиз или мир или еще что-то. Художник, это дизайнер, художник делает это, ну, думчиво и достаточно долго. Искусственный интеллект тебе позволяет это сделать быстро, много вариантов, и дальше ты уже выбираешь, дорабатываешь. И то же самое, как с текстом. Понятно, что здесь есть вопрос, потому что надо учиться этому. Искусственный интеллект учится, но нам тут надо тоже учиться, как им пользоваться. Это такой двусторонний процесс. Вот. И искусственный интеллект, и, наверное, еще могу три добавить сюда же. Это виртпрод, виртуальный продакшн, когда ты, собственно говоря, физические декорации замеряешь мультимедийными и через софт соединяешь камеру участников создания и, собственно, саму площадку. Это бигдата, потому что ты наращиваешь, анализируешь просто, как идет поведение. И это дипфейк, VFX и все то, что позволяет создавать аватары и создавать дополнительную реальность. Вот, наверное, вот так вот. Все вместе, в сочетании, опять же, в сочетании всего этого позволяет мультимедийный контент делать сегодня. Ну, я правильно тебя услышу, что, по сути, ты не видишь серьезных проблем ни в создании контента, ни в распространении контента, с учетом текущей технологии и текущей ситуации. Творчески надо придумывать, продолжать. Технологии не помогают креативить.